Кувшинов Сергей Викторович, директор Международного института новых образовательных технологий Российского государственного гуманитарного университета. Для того, чтобы поговорить о трехмерном восприятии, мы посетили выставку, которая проходит в архиве Российской академии наук. На этой выставке мы как раз и можем увидеть те великолепные примеры компьютерного мышления, трехмерного мышления и, самое главное, инсталляции, которые являются результатом вот этой деятельности. Экспозиция, которая так и называется, она называется несколько странно «Три да Винчи». Это как раз попытка соединения трехмерного восприятия и использования технологий трехмерного воспроизведения для того, чтобы проникнуть в творческую мастерскую великого мастера Леонардо да Винчи. В 2019 году исполняется 500 лет с того времени, как великий мастер Леонардо да Винчи ушел из жизни. И эта дата, наверное, будет отмечаться во многих европейских странах, потому что творческое наследие Леонардо да Винчи, оно дорого сегодня всем. Почему? Потому что сама личность Леонардо да Винчи, универсальная личность, это художник, архитектор, инженер, анатом, это то, что сегодня объединяет самые различные области. Многие ученые и специалисты начала своих научных изысканий ведут именно из творчества Леонардо да Винчи, из его заметок. Надо сказать, что Леонардо да Винчи после себя оставил около 7 тысяч различных скетчей и зарисовок. Это и текст, и рисунки, причем все это очень органично и тесно переплетено. Иногда даже непонятно, где кончается текст и начинается рисунок. Но нас в первую очередь интересуют те его наброски, которые так или иначе воспроизводят различные машины и механизмы. Леонардо не был инженером в современном понимании этого слова, но это был человек, который схватывал идею работы сложнейшей машины и механизма и умел в очень ограниченном количестве штрихов изобразить ее. И не просто изобразить ее в плоскости, как сегодня работает инженер, а он схватывал идею и рисовал свое изобретение сразу в изометрических координатах. Можно ли сегодня проникнуть в творческую мастерскую великого мастера, воспроизвести те или иные механизмы? И мы сделали эту робкую попытку в Центре технологической поддержки Российского государственного гуманитарного университета с помощью технологий 3D-принтинга и лазерной резки. Именно новые технологии сегодня действительно помогают воспроизвести эти рисунки, вывести их из плоского состояния в объемный. Конечно, эта работа проводится достаточно сложно. С помощью специальных продуктов, компьютерных продуктов, таких, например, как SolidWorks, Maya и целый ряд других, мы сегодня имеем возможность подетально воспроизвести и сделать компьютерную объемную модель. Другая ситуация, как эту компьютерную модель можно было бы отсмотреть. И для этого нам приходят на помощь 3D-стереотехнологии. С помощью специальных видеопроекторов 3D-ready очков, стереоочков, мы имеем возможность на большом экране отсматривать вот эти сложные трехмерные компьютерные модели, которые сделаны по мотивам творчества Леонардо да Винчи. Надо сказать, что это очень и очень непростая задача сделать такую компьютерную модель и сделать ее без ошибок. Почему? Да потому что великий мастер иногда скрывал отдельные элементы и отдельные характерные, и не только характерные, но и принципиальные черты своих машин и механизмов. И вот здесь вступает роль догадка, догадка того человека, который пытается пройти путь Леонардо да Винчи. Как выглядели те или иные конструктивные элементы? Что зачем входило в зацепление, чтобы он приводился в движение? И великий мастер некоторой тайны скрыл до сих пор. Поэтому с помощью новых технологий мы имеем возможность попытаться воспроизвести и материализовать вот эту мысль Леонардо да Винчи. То есть от рисунка, от скетча, через компьютерное моделирование и с помощью 3D-принтеров, 3D-принтинга, мы имеем возможность воспроизвести эти машины и механизмы. На выставке, которая проходит в архиве Российской академии наук, как раз и представлена небольшая экспозиция созданных вот этих моделей. Надо сказать, что материализация мысли Леонардо да Винчи, прошу прощения за такую, может быть, игру слов, происходит достаточно сложно и не совсем обычно. В машиностроении мы сегодня принято то, что любое сложное изделие расчленяется на отдельные сборочные единицы и детали, и потом из этого соединяется и собирается целое. С помощью технологии 3D-принтинга изделие создается сразу, оно не собирается из отдельных элементов и частей. И таким образом мы как бы повторяем мысль Леонардо. Те машины, которые рисовал он, он их не расчленял так, как их расчленяют сегодня инженеры на отдельные составные элементы. И поэтому технология 3D-принтинга – это не просто инструмент создания вот этих моделей, это, по идее, инструмент проникновения в его творческую мастерскую. Конечно, многие из этих машин и механизмов действующие, это не статичные объекты. И поэтому сегодня мы имеем возможность провести, если можно так сказать, эксперимент возможной работоспособности отдельных машин и механизм великого мастера Леонардо да Винчи. Не секрет, что сегодня очень многие люди, которые выходят после стереосеанса, испытывают какой-то легкий дискомфорт. Ну и это понятно, потому что, по мнению ученых, сегодня приблизительно 15-12% людей, они не способны воспринимать трехмерное изображение, не способны воспринимать 3D и стерео. Это сегодня явление получило название такое киберукачивание или вот такой кибердиссонанс при восприятии стерео. Но эта ситуация заключается в том, что у многих посетителей, у многих людей, у многих молодых людей просто эта функция не развита была с детства, не было вот такого опыта. Но что самое парадоксальное, что с помощью именно этих технологий можно и вывести человека на нормальное работоспособное состояние и убрать вот этот дискомфорт кибервосприятия. Почему мы об этом говорим? Потому что сегодня все больше и больше областей науки и техники, все больше областей искусства так или иначе переходят в трехмерность, переходят в другое измерение для воспроизведения продуктов своей деятельности, будь то машины, физические теории. Попытка проследить за рукой великого мастера Леонардо да Винчи, воспроизвести компьютерную модель, трехмерную компьютерную модель, отсмотреть ее и напечатать на 3D-принтере, это целый современный производственный процесс, который сегодня получил название «персональное цифровое производство». И поэтому сегодня образование как раз и выполняет очень важную социальную функцию научить детей мыслить принципиально по-новому, научить мыслить категориями современных цифровых технологий. И поэтому сегодня задача представления и обучения молодых людей вот этим технологиям становится одной из самых важных. Сегодня выставляется совершенно уникальный экспонат, это интерактивный голографический, как его называют, стол, с помощью которого мы можем воспроизводить достаточно сложные изделия, причем воспроизводить не только их в статичном режиме, но и в анимационном режиме с показом соединенных элементов движения, для того, чтобы отсмотреть это изображение практически в круговом ракурсе. Современные цифровые лаборатории создаются и в школах, и в вузах, и в центрах детского творчества, становятся уже нормой, наверное, для вас, для школьников. Вы можете в такой лаборатории реализовать практически любую свою идею, реализовать проект, и в этом вам помогают самые современные технологии. Развитие стереотехнологий, которые позволяют увидеть плоскую картинку с небольшим эффектом глубины, это только лишь первый шаг. Развитие виртуальной реальности, 3D-печати позволяют не только увидеть, но и почувствовать себя в этом трехмерном мире, искусственно созданном или показанном из реального мира. И на смену уже ставшим привычным 3D- или стереотелевизором, 3D-кинотеатром приходят новые устройства, которые условно можно назвать голографическими. Голографические мониторы, голографические столы, и, может быть, в скором будущем голографические экраны. На этих устройствах мы можем видеть объемную картинку, практически неотделенную от реального мира, то есть как часть реального мира. Она изменяется по тем же законам, по тем же правилам, и мозг воспринимает ее именно как часть реального мира. Этим она сильно отличается от шлемов виртуальной реальности, в которых человек погружается целиком в искусственный мир, перестает ориентироваться в реальности, и, может, даже увлекшись какой-нибудь игрой или путешествием в таком виртуальном мире, потерять ориентацию в мире реальном. Такие технологии позволяют демонстрировать различные трехмерные модели, созданные искусственно или снятые на объемные трехмерные стереокамеры, с высокой степенью детализации, с возможностью сборки и разборки на элементы, с показом отдельных частей внутренних устройств, каких сложных машин, механизмов, организмов или биологических объектов, позволяют передавать подобные модели для демонстрации в других местах на подобных устройствах. Что же из себя представляют такие устройства? За моей спиной находится так называемый голографический стол. Слово «голография», как научный термин, означает полную оптическую информацию о объекте, то, как он выглядит со всех сторон, со всех ракурсов, под разными углами зрения. Специалисты по голографии считают голографией только то, что нанесено на специальную стеклянную платину с помощью лазера и позволяет восприниматься глазу человека, как некое подобие реального объекта, как бы находящегося за плоскостью этого стекла или перед ним. Сейчас на место вот такой вот реальной голограммы, изобретенной несколько десятилетий назад, приходит виртуальная голограмма. На этом голографическом столе с помощью специальных очков можно наблюдать объекты практически с полным эффектом объема. То есть их можно обходить с разных сторон, к ним можно наклоняться, разглядывать их в мельчайших деталях с разных сторон, с разных ракурсов, иногда даже погружаться в глубину этих объектов. Как устроено это устройство и что позволяет данная технология? Очки представляют собой обычные затворные стереоочки, используемые в некоторых кинотеатрах, с двумя инфракрасными маркерами, положения которых отслеживаются четырьмя камерами на поверхности стола. И на экран, который является поверхностью этого стола, выводится картинка, предназначенная одновременно для левого и правого глаза, которая разделяется с помощью этих очков. И в зависимости от положения очков по этим маркерам, изображение подстраивается под положение человека, который смотрит на этот экран. И тем самым компьютерная система позволяет очень точно изобразить нужный ракурс объекта, чтобы мозг человека считал его совершенно реальным, а не показываемым на плоском экране. К сожалению, это сложно передать на видеозаписи, это можно только увидеть вживую. Эффект производят на всех очень глубокий, даже на людей, которые часто ходят в 3D или более правильно стереокинотеатр, и привыкли смотреть фильмы в таком формате. Здесь эффект совершенно поразительный и позволяет достигнуть полного погружения в тот виртуальный мир или в ту виртуальную модель, которая отображается на этом столе. Давайте попробуем представить, как эти технологии могут облегчить изучение школьных предметов, например, биологии. Мы привыкли изучать даже довольно сложные явления по картинкам в учебниках, которые представляют собой плоские изображения. А иногда на этих плоских изображениях нужно изобразить довольно сложные явления, объекты и процессы. И здесь нам на помощь как раз приходят технологии виртуальной реальности и голографические технологии. Попробуйте представить, что вы видите перед собой объемную картинку. А мы попробуем вам прочитать небольшую лекцию. Клетка — это элементарная живая система, единица строения, жизнедеятельность, размножение, индивидуального развития организмов. Это сложная система, состоящая из ядра и взаимосвязанных компонентов цитоплазмы, органоидов. Клетка может быть самостоятельным организмом и осуществлять все процессы жизнедеятельности. Вирусы — это неклеточная форма жизни. Вирусы не имеют клеточного строения, являются внутриклеточными паразитами. Они проявляют свойства живого, только попадая в клетку и включая в ее обмен веществ. В клетке вирусы способны к размножению, передаче своих свойств по наследству из поколения в поколение и изменению наследственных признаков. Размножение вирусов — это особый способ воспроизведения, основанный на сборке вирусных частиц внутри клетки. Константин Викторович Харин, директор Международного учебно-научного центра перспективных медиатехнологий Российского старского медитарного университета.